Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Близкая подруга сначала перестала рассказывать о себе и закрылась. Я старался сделать вид, что всё ок. А как вы поняли, что она перестала о себе рассказывать? По её, наверное, поведению, по отношению к вам. И вы это поведение как-то восприняли. Как? Дальше, значит, вы пишите, что она закрылась, и что вы старались сделать вид, что всё ок. Но всё было не ок. То есть для вас её закрытие имеет какое-то значение. Какое? Дело в том, что тоже самое значение. Что для вас имеет закрытие её, лежит в основе примирения. Стремление к примирению. Если стремление к примирению лежит в основе потребности человека решить свой конфликт, например, одиночества. Ну, страх одиночества, например. Вот. Или, там, допустим, скуку. Или, может быть, обесценивание какое-то себя, да? То примирение является не примирением, а занижением себя. То есть отношения перестают быть на равных. А значит, другой человек либо почувствует, что вас можно использовать, или другой человек почувствует, что ему не нравится, что это прошиво. Я старался сделать вид, что всё ок. Зачем? Как будто бы из страха. Чувствовала, что она сводит наши отношения в сторону просто приятельства и знакомства. Ну, это её право так делать. Кто знает, может быть, у неё изменились приоритеты, интересы. Это нормально. А насколько независимы от неё вы? Она мне дорога. А как это проявляется? Ну, то есть, буквально, в чём выражается то, что она вам дорога? Понимаете, обычно, когда говорят, что человек дорогой, подразумевается заинтересованность в его развитии, в его комфорте, в его счастье. Если подруга от вас закрывается и, как вы говорите, сводит отношения на уровень приятельства, значит, ей так лучше. И, по идее, и, коль она вам дорога, и для неё так лучше. Вам это нужно принять. Но вы воспринимаете это как то, что я чем-то обидел, я что-то сделал не так. То есть, вы себя обесцениваете. И именно эту проблему, чтобы не чувствовать себя обесценивать, вы пытаетесь, кстати, по саморечению. Зная, как воспримет разговор про выяснение отношений, долгое время откладывал. А как она воспринимает разговор об... Ну, разговор, как выяснение отношений? То есть, ей это не нравится, она это не любит, да? Получается. За время моего наблюдения над ситуацией лучше не стало. Ну, я полагаю, связанно с тем, что вы просто ждали, вы просто ждали, что что-то, что-то само по себе образуется, да? Вот. При этом не переключили своё внимание на что-то другое, не показали подруге, что, ну, принимаете её точку зрения. Ну, вот так, значит, так. Всё. Попыталась поговорить, начиная именно с того, что переживая, что, возможно, что-то обидела, пересвала личные границы, что замечает охлаждение больного. Понимаете, здесь это всё про вас, не про неё. То есть, по сути, вы говорите, что, дорогая, мне некомфортно с тобой. И чтобы мне было комфортно, давай меняйся. Возвращай всё, как было. Понимаете? И опять же, это, ааа, значит, человека, либо, либо палковое, вот, либо, вызывает желание вами манипулировать. Так, дальше. Или у неё есть, возможно, свои личные проблемы, из которых она отдалилась. ну, опять же, это вот, желание какое-то выпитать у человека правду, да, ведь она может вам этого не говорить. Она приняла разговор в стыке, не признала проблему, ну, вероятно, потому что проблема есть только для вас. закрылась, даже, я бы сказал, и удивилась, сказал не сгоняться, дала понять, что мы просто общаемся, меня это обидело. А как? Понимаете, здесь личного разговора про вас. Это вся история, это про вас, не про подругу. Как вас это обидело? Чем вас это задело? Ранее мы были действительно очень близки, в общем, не было сомнений, не было сомнений у кого? У вас? Или у неё? Все меняется, люди могут быть близки, потом они могут отдаляться. После разговора мы ещё сильнее отдалили друг от друга. Давайте не мы, а я. Я отдалилась после разговора. От неё нет никакой инициативы. Опять же, человек не хочет. Себе я увидел ошибки в нашем прежде-среднем общении. Например, я чрезмерно погрузилась в неё, старался всем поймать, участвовать, демонстрировала преренность и заинтересованность. Ну, безнавязывая. Это могло оттолкнуть, наверное. А как вы думаете, сейчас вы не делаете того же самого? Например, выяснение отношений это не проявление того, что вы перечислили. Хотите ли вы, что вы хотите ли вы что-то изменить в этом, чтобы этого не было? Реальной проблемы я не знаю. Реальной проблемы и не нужны. Ладно, что человек не хочет, чтобы ему было комфортно. Вы стараетесь его переделать. Я бы хотел восстановить с ней отношения. Почему вы думаете, что те отношения, которые у вас с ней сейчас были до разговора, это не отношения? Вам нужен определенный вид отношений, чтобы чувствовать себя, вероятно, нужной, важной и значимой. Другой чувствовать, что вы бы отпитываетесь от нее и ей это не нравится. Стоит ли мне отправить здесь сообщение, в котором сказать о том, что признают за собой вину? Это ничего не даст. Лучше не общаться в какое-то время. Да, это лучше. Как вести себя, я не знаю. Подсвоить чувак недорог. Ну, я это разобрал. Получается, за все минуты не расходиться и не принимать попыток к примирению? Вы здесь делаете классическую ошибку. Вы обобщаете. Каждый случай, каждый случай рассматривается отдельно. Индивидуально. Дело в том, что примирение зависит от другого человека. Не только от вас. Сейчас вы говорите об этом, какую мне подобрать модель поведения, чтобы 100% она не захотела примирить. Такого? Нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!